Продолжим наш разговор про науку ассарф. Мы довольно достаточно поговорили про важность науки тасриф или ассарф. На это указывает и тот факт, что ученые сказали, что изучение данной науки, науки тасриф, является фардукифая, то есть коллективной обязанностью. Если в каком-либо месте, где живут мусульмане, среди них не будет никого, кто изучал бы эту науку, то ее изучение уже становится фарду айнин, индивидуальной обязанностью, так как эта наука является одним из тех средств, которые необходимы для понимания Корана и Сунны, являющихся источником религии для мусульман. Поэтому неспроста ученые говорят, что тот, кто собирается толковать Коран, становится обязательным для такого человека знание науки тасриф, наряду со знанием науки нахв и других. Как мы знаем, ученые науки тасриф рассматривают отдельно взятое слово, а точнее его буквы, из которых оно состоит, чтобы знать, какие из них являются корневыми, а какие добавочными. А также морфологическую форму этого слова, состоящую из этих самых букв. То есть, по какой форме пришло то или иное слово. Для этой цели, то есть для этого, для того, чтобы учислять, какие буквы коренные, корневые, а какие добавочные, а также, чтобы определять, по какой модели пришло данное слово, они придумали для этой цели, образно говоря, весы, посредством которых они получили возможность взвешивать слово. То есть, некая мерила, шаблон или трафарет, словесный трафарет, который помогает разбирать слова, взвешивать их на этих словесных весах. И в качестве подобного шаблона и образца имя была выбрана модель, состоящая из трех букв, фа, айн и лам, которые принимают форму и вид рассматриваемого или взвешиваемого слова. Исследуя арабские слова, мы с вами уже знаем, что наука тасриф рассматривает только два вида слова. Это имена существительные с изменяемым кончанием, то есть асмаун муарабатун, и изменяющиеся по формам глагола, то есть афаарун мутасаррифатун. Так вот, исследуя арабские слова, ученые науки тасриф обнаружили, что минимальное количество букв в арабских именах и глаголах не бывает меньше трех букв, если только они не удаляются по каким-либо другим причинам, и что большинство арабских имен и глаголов являются трехбукными. Вот почему имен был выбран словесный трафарет в шаблон, состоящий из трех букв, выраженный буквами фа, айн и лам. И этот шаблон, как мы сказали, при взвешивании какого-либо слова получает тот же вид и образ, или скажем, ту же форму, что и взвешиваемое разбираемое слово, будь то огласовки, сукун, порядок букв и так далее. Так первую букву слова, будь то имя или глагол, первую букву, лежащую или стоящую напротив буквы фа этого шаблона, такую букву называют фа. То есть фа – это термин, обозначающий первую корневую букву слова, и образом называют фа л-калимати, фа, то есть первая корневая буква этого слова. И так дальше, то есть букву, лежащую напротив буквы айн, этого шаблона фа'ля, называют айном данного слова, то есть его вторая корневая буква. А букву лежащую или стоящую напротив букву лам в шаблоне фа'лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл этого глагола. Таким образом, «Каф» это у нас «Фа» это глагол, «Т» это у нас «Айн» этого глагола, «Абай» это «Лям» этого глагола. Значит, буква «Фа» этого шаблона обозначает первую корневую букву, «Айн» обозначает вторую корневую букву, «Алям» обозначает третью корневую букву. Как мы сказали, этот шаблон или словесный трафарет был выбран, исходя из того, что большинство арабских слов бывает трёх буквами. Так, например, глагол «Рахима» говорят про него гораздо, что он по модели фаиля. Хасану по модели по шаблону фаиля. Насара по модели фаиля. Ярхаму по модели яфалю. Истафара по модели истафалю. То же самое происходит и с Исмом, с именем. То есть с именем. Например, Раджулун мы скажем по модели фаалюн. Ильман по модели фаалюн. Дарисун по модели фаилюн. Мадрусун по модели мафуалюн. Истегуфарун по модели истефалюн. И так далее. Однако если человек спросит, зачем все это нужно, для чего был придуман этот Это словесный трафарет, шаблон из этих трех букв. Отвечая на этот вопрос, мы скажем, что польза этого шаблона, этих словесных весов, большая, так как этот шаблон помогает узнать, какие буквы являются корневыми, коренными, а какие добавочные. Например, когда мы говорим, что слово «дайрусн» по модели «фаалун», мы знаем, что буквы «даль», «ра» и «син» являются корневыми, а «алиф» – добавочные. То же самое мы видим и в слове «модрусн» по модели «мафалун». То есть то, что лежит при сопоставлении напротив «фа», «айн» и «лама» является корневыми буквами. То есть «даль», «ра» и «син», а «мим» и «ва» и «амим» и «ва» в слове «модрусн» являются добавочными. Например, возьмем глагол «истафара» – «просил прощения». Этот глагол приходит по модели шаблона трафарета «истафали». Вместо того, чтобы говорить, например, что буквы «фа», буквы «гайн», «фа» и «ра» являются корневыми, а «хамза», «син» и «та» – добавочными, вместо множества этих слов мы говорим, достаточно сказать, что «истафара» по шаблону «истафара», по модели «истафара». И человек, который изучал науку трафарета, сразу поймет, что «гайн», «фа» и «ра» – это корневые буквы, а остальные три буквы «хамза», «син» и «та» – это добавочные, добавленные буквы. Также возник шаблон дает нам знать, произошла ли в данном слове, в данном имени или глаголе перестановку «бук» слова, когда буквы меняются местами, например, глагол «яйса», говорят по модели «фаиля», «яйса» отчаиваться. Однако есть еще другие варианты этого глагола «айса», с таким же значением «отчаиваться». Так вот, про «айса» говорят, что он по модели шаблона «афиля», то есть его первая и вторая буквы поменялись местами, чтобы мы показали в его шаблоне «афиля». Поставим «айн» перед «фа», «айн» на место «фа», «фа» на место «айн». Тема возданная, шаблона словесного трафарета, большая тема, иншаллах, мы продолжим наш разговор на эту тему на следующем уроке. Аллаху а'лам.